Всем привет, всем здравствуйте, Оля из Тампера, Финляндия. И этот видосик будет посвящен тому, как я обожглась, помогая русскоговорящим дамам в Финляндии. И почему совсем мне не хочется на эти грабли наступать второй раз, и третий, и четвертый. Ну и многие скажут, вот, она такая вся хорошая, веселая, но чего-то вот не очень она хочет помогать и так далее, и так далее. Ну и рассказываю, сколько раз я обожглась, из чего все это началось. И многие помнят, что в Финляндии раньше были такие толстые, толстые телефонные книги. И вот в этой телефонной книге всегда писалось имя, фамилия, телефон, кто, что, чего, человек. Ну и, конечно, многие тогда не имели никакого компьютера дома. Это была редкость. У финнов стоял дома телефон. Ну, этих мобилок тогда тоже не было. И вот финны открывали такую книгу и искали, например, у меня была написана Ольга Николаевна Кемпелин. Ну, это ежику понятно, если Ольга Николаевна, конечно, я русскоговорящая. Но когда мне финны звонили, финны звонят всегда очень интеллигентно, что антеэкска малости. Вот можно ли спросить и можно ли попросить написать русскими буквами на конверте какой-то адрес, потому что у них были русские невесты. Ну, почему не написать? Денег я за это не получала. Как говорится, хорошему человеку всегда хорошо помочь. Но вот это все было безобидно. И ладно, бог-то с ним. Но когда эти дамы приезжали в Финляндию, это уже просто было, знаете, высший пилотаж. И в Финляндии есть неписанные законы до 9 утра и после 21 вечера как бы звонить неприлично. Конечно, если у меня есть приятельница. И мы с ней договорились, слушай, в 10 часов, когда дети будут спать, позвони, поболтаем, это все нормально, то есть нет проблем. Но вот так, чтобы чужой человек позвонил после 21 часа, мой муж всегда спрашивал, что-то случилось, то есть должно что-то случиться, если тебе так человек звонит. И когда в Финляндию ты звонишь, я, конечно, поднимаю трубку, всегда представляю, что Олга Кемпелин, Фива Пеева, что добрый день или добрый вечер или доброе утро, когда этот разговор происходит. Ну, тут тебе ни здрасте, ни пожалуйста, ничего, и начинается вот это вот алло. Ну, и когда ты алло, конечно, слышишь с другой стороны трубки, ты понимаешь, что человек, с какой стороны он тебе звонит. Ну, и первый раз я не ответила. Проходит какое-то время, звонит эта мадам опять алло. И я говорю, ну, а вы куда хотите попасть, кому вы звоните или звоните. Ну, и тут опять ни здрасте, ни до свидания, ни представился человек, а вы, говорит, по-русски говорите. Я говорю, ну, а на каком языке я сейчас вам и говорю? Да, говорю. Ну, и вот просто, знаете, как говорится, не обходя вот кругами-кругами прямо в лоб, что вот я приехала, вот он писал, вот он... И начинается вот этот вот понос словесный, что мне нужно прочитать, что здесь написано, вот мне бы прочитать. Я говорю, ну, вы знаете, я вообще-то не переводчик, у меня нету никакой профессиональной подготовки вам сделать такой перевод. В Тампере есть профессиональные переводчики, у них есть штамп, они вам переведут, заверят. Нет, ничего, со штампом не надо, мне надо только прочитать. Я говорю, ну, вы знаете, у меня двое маленьких детей, вот когда у меня дети в детском саду, в час дня я их забираю, я живу в Тампере. Ой, это что, в Тампере нам надо ехать? То есть, вот понимаете, вот уже первое, что да, вот вы должны мне помочь, потому что вы русскоговорящие, вы живете в Финляндии. И когда девочки пишут, Оля, ну, как ты правильно говоришь, мы тоже не общаемся и помогать никому не хотим, потому что... Не хотим, потому что наезд, ну, вот, как бы вы мне обязаны. И потом второй раз было тоже, ну, конечно, да, очень хорошо помочь и всегда, как говорится, хотим помочь. Но вот эта фраза, что, ой, ну тебе что, тяжело, что ли? Или, ой, ну что же, ну ты же все равно уже здесь живешь, а что ты не можешь это сделать? Вот эти вот наездные слова, конечно, я до сих пор вспоминаю, как, ну да, вот, вот такое было. Не знаю, что у нее там случилось, уехала ли она обратно или живет она в Финляндии, конечно, таких подруг мне не надо. И помогаю, я всегда и помогала, и с удовольствием, да, пожалуйста, если что-то нужно кому-то позвонить и передать, это никакая не проблема. Вот, но вот таких наездов, конечно, выдержать очень тяжело. И когда приходили финны со своими дамами, и тоже они пытаются, что, ой, познакомьтесь, ой, вот начинайте дружить. Вот вот она по-фински и не говорит, ой, она вот тут скучает и так далее. Вы знаете, очень тяжело дружить с человеком, который воспитан вообще в другом, в другой системе, как я, потому что я уезжала очень молодой, и прошло вот какие-то там 10-15 лет, конечно, русских говорящих дам в Финляндию начала приезжать больше и больше, но они уже были другого поколения. Мы уже говорили с ними по-другому, и мы друг друга не понимали. Конечно, возраст тоже большая штука. Если, например, 50-летние плюс женщины, и я, например, какой-то анекдот рассказываю, или какую-то мульку, все это знают, все это понимают, и мы смеемся все вместе. Но если это будет 30-летняя дама, она может, или девушка, она не поймет, про что мы говорим. И, конечно, с такой девушкой подружиться мне будет тяжело. Ну и потом многие русские говорящие, которые приехали в Финляндию, очень любят присасываться к тому, от кого какая-то выгода. Вот это тоже мне никогда не было понятно. Я дружу со своими приятелями, не из-за того, что там я выгоду какую-то ищу, или мне будет что-то от них нужно. Вообще вот это мне никогда не было понятно. Но некоторые могут присосаться только из-за того, что получить вот этот вот какой-то бонус от дружбы с тобой. И у меня была точно такая же знакомая. И никогда я не знала, что мы, как говорится, будем общаться. Но так как я продавала ту перевару пластмассовую посуду, очень много ходила по квартирам. И вот на одну, на такую презентацию была приглашена она. Ее, видно, пригласили финки, сказали, что будет русский дистрибьютор, приходи, познакомишься и так далее. Ну и, как говорится, почему бы и не познакомиться. Ну и, приехав в Финляндию, вот тоже Таня из Израиля рассказывает, что девчонки, которые приезжают в Израиль, не рожайте в первый год детей, учите язык. Как говорится, смотрите, в какую страну вы приехали. И вот это действительно такая классика жанра. Здесь получилось ровно как наоборот. Она приехала, приехала в Финляндию, у нее первый ребенок родился. Вот буквально, как говорится, только она приехала и он родился. То есть она уже приехала беременная. Ну и после этого родился второй. И вот когда человек отсидел много-много лет, конечно, была она отрезана от всего. То есть по-фински она говорила плохо, прав водить машину у нее не было, жила она в маленьком месте. То есть вот человек остался вот в этих четырех стенах со своими двумя детьми. Ну и с любимым или нелюбимым мужем. Это хотите, как говорится, понимаете. Ну и от этого мужа она решила избавиться. И избавиться как? Что начинать на него писать всякие кляузы. Что он алкоголик, ее избивает и так далее, и так далее. И вот она искала русскоговорящих, кто это все подтвердит. И, конечно, первая попала под раздачу я. Что будьте любезны, не могли бы вы вот такое подтвердить. Ну, конечно, такое подтверждать я не стала. И вообще ей дала понять, что, слушай, я твоего мужа видела ровно, как знаешь, три или четыре раза. Что я про него могу сказать? И живу я не с вами рядом, я не ваша соседка. Пусть твои финские соседки подтверждают. Но финские соседки, конечно, такого подтверждать не будут никогда. Потому что это не является правдой. Ну и вот это ее задело, что помогать ей не стало вот в этом вранье. И она на меня, знаю, копила злость и копила злость. И в один прекрасный день я схватилась, что у меня нету обручального кольца. Вот видите, наверное, здесь я ставлю всегда подушку. У меня здесь такая тарелка, где лежат мои серьги, кольца, часы и так далее. Вот я всегда ставлю эту подушку, чтобы этого не было видно. Они у меня лежат и без, как говорится, ничего, никакой дороговизны у меня нету. Лежат, как говорится, и лежат. И в Финляндии два кольца. Когда вы, как говорится, обещаете друг другу, что вы поженитесь. Мужчина дарит кольцо помолнечное. Значит, там в кольце внутри написано день, дата и ваши имена. Ну и если помещается, пишут, например, там при Финляндии, кто что пишет. У нас была дата и два имена. И когда мы поженились, было обручальное обыкновенное кольцо. И там тоже была дата и наши имена. И вот это обручальное кольцо она решила у меня подмахнуть. И когда я у нее спросила, что, ну, вычислила я просто, ну, один плюс один. Думаю, ну, никто не мог в спальню зайти и подхватить мое обручальное кольцо. Я у нее, когда спросила, ты брала? Она сказала, да, специально взяла. И повезу в Россию. У нее мама, оказывается, колдунья. И она будет колдовать на моем кольце, чтобы меня мой муж бросил, что я такая мерзавка не дала показания против мужа ее. Я вспоминаю это, ну, я не знаю. Я когда девчонкам рассказывала, я говорю, народ, вы можете себе представить, каких только у нас больных в Финляндии нету, вот с мозгами или без мозгов, как это назвать, но это на этом все не кончилось. Она не только у меня помыла это кольцо, и у моей приятельницы тоже. И мы когда это обсуждали, я говорю, слушай, ну, больной человек или здоровый? Нет, конечно, она больная. Уж не знаю, какая у нее колдунья там эта мама оказалась. С мужем мы живем до сих пор, 28 лет живем. И когда я ему рассказала, что вот такая штука, как говорится, случилась, я не могла не рассказать, потому что кольцо пропало. Ну, мы поехали в Российскую Федерацию, у меня теперь новое русское обручальное кольцо. Конечно, там нету гравировки, в какой день мы поженились и наших имен, но это ничего страшного. Обручальное кольцо у меня есть. Но вот иногда вспоминаю, и люди обижаются. Оля, ну почему ты не можешь помочь? У вас же есть какие-то соседи, какие-то друзья. Вы знаете, очень страшно кому-то помогать, потому что люди могут быть настолько хорошие, адекватные и веселые, до тех пор, пока вот, как говорится, пыльным мешком по голове не стукнули тебя. И потом человек меняется просто в течение 24 часов. Он придумывает себе какую-то историю. Ну, вот эта история тоже была придумана, чтобы на этого мужа наклеветать. Я не знаю, что она хотела. Она думала, что он уйдет, как уходят русские мужчины, оставят ей квартиру. Она будет жить в этой квартире с двумя с этими детьми. Но она не понимает, квартира была в долг, и там еще 20 лет за эту квартиру выплачивать. То есть, конечно, он ей ничего оставить бы не мог. Единственное, если бы они продали и какие-то деньги, может быть, поделили, или он платил какие-то, может быть, элементы на этих детей. До сих пор я вообще не знаю, что это было. И вспоминать я это не хочу. Только рассказываю для вас, что если вы живете, и у вас такая же ситуация, народ, не подписывайтесь никому помогать. И точно такое видео снимала девочка из Англии, которая делает украшения. И она точно так же рассказывала, что она не собирается никому больше помогать, что тоже была такая подстава. Я вообще в шоке иногда, что происходит с нашими русскоговорящими, когда они попадают вот в такую ситуацию. Всегда нужно думать заранее, куда вы едете, на кого вы рассчитываете. И если у вас какой-то человек, который вам будет помогать, даже если у вас живет какая-то родственница, у родственницы уже наверняка есть своя семья, свой муж, свои дети, это не принято в Финляндии. Здесь, как говорится, каждый сам за себя. И поэтому, если вы вот в такой интернет заходите, тоже был вопрос, Оля, почему вы даете такой сайт, который не открывается, например, там-то, там-то, там-то. Вы знаете, я открываю этот сайт в Финляндии. Так как я живу в Финляндии, я не могу зайти на тот сайт, который открывается только в Америке. Девочки-блогеры снимали видео, говорят, Оля, у нас тоже есть такие сайты, которые открываются только в Америке. Их нельзя открыть в Украине. Но это понятно, почему сделано. Конечно, они хотят только такие сайты, которые открывались в той стране, где народ живет. То есть, если вы живете, и какой-то сайт не открывается, не расстраивайтесь, заходите на тот сайт, где открывается в вашей стране, наверняка те же анкеты вы найдете и заполняете, ставите фотографии и так далее. И большой-большой, как говорится, респект всем, кто пишет и кто рассказывает свои истории, потому что есть хорошие-хорошие истории. Девчонки рассказывают, что столько неудачных попыток было, и в конце концов нашли свое счастье, и живут, и так далее, и предлагают всем пробовать, искать, это никогда нельзя опускать руки. И вы знаете, есть очень хорошая история по этому поводу. Один математик высчитал, он взял стрекозу и посчитал, что вот эта вот тушка слишком тяжелая для крыльев. То есть, в принципе, она не могла бы с математической стороны летать, но она же летает. То есть, ничего невозможного есть, все возможно. Старайтесь, ищите, побеждайте свой страх, у вас все получится. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампера. Всем физкульт-привет!